Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болтком. Благотворительный телефон. Подари Надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-63-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Доброе утро. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня в понедельник в эфире программа «Зеленая лампа». Вместо вторника мы перенесли на сегодня. Это так разовая такая акция, но очень интересная будет программа, потому что наш гость сегодня – солист латвийской оперы, лирический тенор Михаил Чульпаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, дорогие радиослушатели. А веду программу сегодня я, Рита Трошкина, и говорить мы будем, вы понимаете, раз у нас солист в гости пришел, почему мы его очень давно хотели пригласить, и он очень занят, у него много проектов. Слава Богу, что театр сейчас в проектах весь, и происходит довольно много культурных событий. в Латвии, и у нас очень много тем для разговора. Михаил пришел к нам помочь, вместе с нами включить зеленую лампу, потому что на этой неделе мы помогаем молодой женщине из Олойны, Кларе Забалуевой. Ей нужна помощь на оплату кислородного аппарата. Вот представьте себе, что у нее 10-летний ребенок, и где-то уже 5 лет она больна, у нее нашли очень серьезное заболевание легких, потом подробнее расскажу о ней еще. И она живет привязанная, привязанная в буквальном смысле к большому стационарному громадному кислородному аппарату величиной с чемодан, потому что она просто не может иначе дышать долго, на 80% у нее зависимость от кислорода. И чтобы выйти на улицу, вот она вот должна этот чемодан с собой перетаскивать, что, в общем-то, невозможно. Воспитывает она своего мальчика 10-летнего одна, и сейчас ее состояние ухудшилось. В сентябре ей пришлось уволиться с работы, потому что она не может никогда долго находиться вне дома. И очень ей нужен портативный переносной концентратор кислорода. А он вместе с батареей стоит 4482 евро. Собственно, вот это цена дыхания человека, цена свободы человека. И поэтому наш телефон вот прям с сегодняшнего дня, с понедельника до следующего вторника, включается в помощь Кларе Забалуевой. Наш телефон 930-6384. И евро 42 цента за звоночек. Вы знаете, все эти звоночки собираются в большую помощь. Поэтому спасибо всем и каждому лично, кто может помочь Кларе. Напоминаю, что у нас интересный гость Михаил Чульпаев. И я даже вот затрудняюсь с чего начать. Давайте с такого вопроса. Вот вы любите осень. Как у вас с утра настроение? Рита, прежде чем мы начнем наш прекрасный диалог, я бы хотел, во-первых, вас поблагодарить за то, что вы меня пригласили в эту прекрасную передачу с настолько важной миссией. Я считаю, что то, что вы делаете, это абсолютно… Тут даже словами не передать, что вы делаете для людей. Вы меня на самом деле очень расстрогали. У меня даже маленький ком в горле сейчас стоит. И у меня даже вопрос. А если я могу сейчас позвонить? Конечно, можете. Телефон работает круглосуточно. 930-6384. 930-6384. 8-4. Вот я хочу быть первым. Я надеюсь… И вам скажут там что-то. Я надеюсь, что это, так сказать, начнет эту традицию дальше. Начнет эта цепочка добра. Звоночек ваш принят. Звоночек ваш принят. Мы… Всё. Я очень рад. Спасибо, что вы с этого именно начали. Я хочу только уточнить, что огромное количество наших радиослушателей, читателей, сайтов, и нас коллеги поддерживают из латвейских СМИ. Это очень большое количество людей. И все вместе. И гости наши замечательные. Всегда, да? Прекрасно. И все вместе у нас получается. Давайте, давайте, давайте. Правда, 6 лет уже у нас кое-что получается. То есть помочь тем, кому не на что больше надеяться. Это действительно прекрасная идея. Я очень рад ещё раз, что вы меня пригласили в такую передачу. Для меня большая радость сегодня будет с вами общаться. Давайте поможем человеку. Давайте поможем человеку. Давайте ещё начнём вот с такого. Я вопросы перебирала. Нет, давайте с осени. Давайте. Я уже вопросы задала. Любите ли вы осень? Как вам листьями пошуршать? Я не могу сказать, что я прям любитель осенних листьев. Хотя это передаёт определённое такое настроение. Потому что всеобщая, так сказать, волна этих фотографий на социальной ленте, так сказать, вызывает, конечно, вот это восхищение. Конечно, это красиво. Но это тоже, это всегда говорит о том, что вот после осени будет зима. То есть такая подготовка к такому немножко меланхоличному такому состоянию, что начнётся какой-то такой холод как со стороны, так и внутри. Для, наверное, творческих людей это очень знакомо, что вот осень – это такая пора такого, не могу сказать, ну, наверное, вдохновения, но такого очень глубокого процесса, когда творческий человек возможно… Минорного. Минорный, да. Когда человек уходит в себя, что-то пытается в себе покопать, поискать. Когда летом мы просто всё наружу, мы к солнцу. Ну, тем не менее, очень красивое время года – это я к тому, к красоте, к теме красоты, которые вот у нас будет, наверное, в течение программы «Красной нитью» проходить. Недавно в Цессисе, вот буквально только что, состоялся концерт Драуги Андреем Жагаром. Да, всё верно. Потому что день рождения, два дня назад, по-моему, был у Андрея Жагарса, ушедшего так рано от нас, который совершенно знаковый человек в латвийском искусстве, особенно в опере. Расскажите, вот как прошёл этот концерт? Вот с этого давайте начнём с памяти. Концерт прошёл, я считаю, что это был один из прекраснейших концертов, на котором мне приходилось принимать участие. Я на нём, так сказать, оказался, возможно, даже совершенно случайно, вот, но я рад, что меня на него пригласили, потому что музыцировать с прекраснейшим оркестром, с талантливейшим дирижёром Модестом Петренесом, с суперскими коллегами. Яни Саапенис, Олеся Петрова, прекрасная мэтца-сопрано из Санкт-Петербурга, Ирена Теорин, прекрасная сопрано из Швеции. То есть из разных стран. Из разных стран, да. Ну, это все те люди, которые работали в постановках, активно принимали участие над постановками и с самим Андреем Жагарсом. Зал был абсолютно полный, аплодисменты были прекраснейшие. Это Цессис. Это был Цессисский зал, да. И атмосфера, мне ещё писали потом в приватных сообщениях, что атмосфера была уникальная. Но это действительно было очень так, ты выходил на сцену и ты чувствовал такое, как ты музыцируешь, и вот эта тишина зала, что все слушают и все вот это питаются, вот эта творческая энергетика, это было прекрасно. Ну, это очень хорошо, что вот память сохраняется, да, о таком человеке выдающемся и друзья, и просто его поклонники, те, кто его помнят, многие помнят. И по залу это, конечно, это видно, что, конечно, Андрей Жагарс – это огромное имя в латвийской, и не только в латвийском мире искусства. Да, ну вот мы говорим о том, что время у нас непростое, очень нелёгкое, особенно вот сегодня мы тоже ждём каких-то новостей, да. Тем не менее, много чего происходит. То есть, к счастью, возобновилось после первого периода, возобновилось наше искусство театральное, да, во всех смыслах. И пока что оно ещё есть, пока что нас не закрыли. В начале октября в Большой гильдии прошёл тоже концерт, в котором вы участвовали. Концерт, посвящённый юбилейному 95-му сезону Латвийского национального симфонического оркестра, да, с гостем, дирижёром. Да, это совершенно было уникальное событие, потому что дирижёр в мире очень известный Жан-Клод Казадеси, хочу подчеркнуть, что дирижёр 85 лет и исполняется скоро 86. Ничего себе! Но моложе, моложе человека в душе я в жизни не видел. То есть, энергии много для меня? Он был настолько погружён в музыку, во внутреннее вот это творчество, в эту энергию. Он транслировал на все четыре стороны, и это так чувствовалось. Я помню, потому что в девятой симфонии, когда начинается Ода к радости, солисты выходят на третью часть, и в четвёртой части мы только начинаем петь. И есть там промежуток, когда мы просто сидим и ждём каждого своего сольного момента. И то есть, есть время, когда ты можешь оценить зал, ты слушаешь в огромном стерео вот эту музыку, ты видишь дирижёра, который чертит огромной кистью этот прекрасный холст музыки. И что в этот момент со мной происходит, я смотрю на людей в зале, которые как цветочки потихоньку начинают так, не то что благоухать, раскрываться. То есть, вы физически так вот это чувствуете? Я это увидел. То ли это связано с событиями, в которых мы сейчас все находимся, от этой усталости, что люди наконец-таки получают это удовольствие от того, что они могут сидеть и наслаждаться этими шедеврами, этими прекрасными звуками. Потому что оркестр играл просто феноменально под управлением такого дирижёра. Это было просто, это было волшебно. Это, вы знаете, это как будто в этот момент оркестр немножко поднимался над землёй, и с ним поднималась вся вот эта акустика, и все люди, вся вот эта энергетика, вся вот эта душа. Я смотрю на людей, я когда вижу, что вот в этих глазах появляется вот эта жизнь, и тогда до меня доходит это осознание, вот для чего мы тут, вот почему я сижу здесь, вот почему мне надо это делать. Это равно служению. Это очень важная цель, это очень важная миссия. Такая же миссия, которую вы делаете в вашей передаче. Так же самое это миссия и у нас. Мы служим людям, наш голос. Это всё кроется в очень тонких вибрациях, но это очень важно. Это то, что не передаётся через экраны мониторов, через веб-камеры. То, что вот сейчас очень пытались так активно перевести. Перевести на онлайн сюда. Конечно, это был, так сказать, это был выход. Но он доказал то, что он не может это заменить. Ведь всё-таки мы люди, мы социальные, мы должны чувствовать друг друга, мы должны находиться и разделять это ощущение вместе, находиться в моменте. И то, что тогда происходило на сцене, это было, так сказать, в моменте. Нельзя повторить это ещё раз. И все люди, которые там сидели, я такое чувствую, как будто мы в тот момент получили вот это благословение, вот этой оды к радости. Мы получили эту радость. Я помню, что когда это всё закончилось, и заканчивается, это совершенно... Ну, Бетховен, это же рокер. Сам дирижёр даже об этом смеялся, что это же рок-музыка того времени, как и Моцарт, они все рокеры. И вот когда вот все вот этот последний аккорд, ещё вот это в воздухе витает вот эта заряженная энергия, вот это состояние. Я помню, что все просто были в таком восторге, зал стоял и аплодировал стоя. Не отпускал это. Волшебные силы искусства. Да, 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 это действительно заставило задуматься о том, что мы должны, то, что мы делаем, это очень важно. И делать это не механически никак, то есть, допустим, почему процесс, скажем, вокалиста настолько долгий ценой в жизнь. Потому что первые, скажем, 20 с чем-то лет ты технически пытаешься вот эту всю базу обуздать. И это очень непросто. Это тело, это живой организм. А вот следующий уже этап начинается, когда ты уже работаешь на уровне вот этой энергетики, когда ты уже транслируешь мысль. Когда уже вот эта вся физика, когда уже вот эта вся техника работает сама, а остальное уже идёт мыслью. А вот интересно, в какой момент, когда, в какой момент вашей работы вы ощутили вот эту магию искусства, что вот раз, что-то перещукнуло. То есть, сначала, как говорите, работаешь, работаешь технически, технику нарабатываешь, и вдруг понял, что вот полёт. Вы знаете, это не приугадать, потому что я не могу даже про себя сказать, что я достиг этого состояния, но оно бывает. И я очень счастлив, что я действительно могу достичь вот этой полётности, когда я могу немножко отойти от стрессовости состояния быть на сцене, когда я могу просто погрузиться в музыку и плыть по этому течению. Но там всегда зависит очень много факторов, вы понимаете, потому что оркестр, дирижёр, солист, зал, публика, это всё, так сказать, это как один большой пазл, который должен сложиться. И если какой-то элемент из этого, возможно, не сходится, то не удаётся, возможно, достичь вот этой целостности. Поэтому, наверное, не бывает двух одинаковых спектаклей. Нет, и хорошо, что так не... Потому что зачем тогда приходить, ещё раз смотреть этот спектакль? Потому что, ну, в этом-то и красота, что вот мы сейчас недавно отыграли четыре спектакля Симона Баконегра. Это была премьера Верди. Это было у нас сейчас в сентябре, в конце сентября. 26 сентября даже красиво выписывали. Да, да, да. Эта премьера прошла с большим успехом. Это была моя первая... Мои первые пробы окунуться в более драматический репертуар. Я не могу про себя сказать, что я теперь драматический певец. Это ни в коем случае. Но это, так сказать, маленький шажочек попробовать, как оно там. И было достаточно очень интересно. Я могу сказать в том, что, ну, продолжить наш разговор, что мы четыре спектакля отыграли. Первый был премьера, полный зал. Немножко, немножко где-то, ну, волнительно, но всё было отлично. Второй уже был по-другому. Другой, то есть уже, скажем, этот нерв пропал, но с публикой уже мы по-другому общались. И также мы общались между собой солистами в дуэтах тоже по-другому. Третий, четвёртый был вообще бомба. Вот. Но будет ещё как запланированный спектакль? Да, если я не ошибаюсь, но я точно не могу сказать, но я надеюсь, что где-то в январе точно. Но я советую, это прекрасный спектакль. Это спектакль, который практически был поставлен через Zoom. Ну, история такая, что мы его поставили год назад, и приехал режиссёр прекраснейший из Англии Стивен Лоулес. И тогда начались вот эти первые, ну, не первые, но тогда началась эта буря волнения, когда все люди были очень, ещё больше, так сказать, потому что не было достоверной информации про пандемию. Все были очень, так сказать, взволнованы. И сам режиссёр тоже был достаточно взволнован всей ситуацией, и вся вот эта обстановка была очень такая немножко наэлектризованная. И мы буквально проработали месяц, потом случились некоторые изменения, как и в мире, так и с состоянием как въезда и выезда на границу. И режиссёр принял для себя решение, что он уедет, если они попробуют работать удалённо. Поэтому вторая часть, в принципе, постановки всей оперы была удалённа. То есть это было настолько интересно, что мы стоим на сцене, причём как... Смотрите на экран? Да, причём как это происходит? Мы же тоже со всеми мерами предосторожностей, с этими неудобнейшими вот этими визорами. Это что такое визор? Это большая пластмасса, большой пластмасса... А голос куда идёт? Голос идёт в себя. Причём это ужасно. Это чтобы наши радиослушатели понимали, что это как зайти в кабинку туалета и очень долго в ней находиться. Примерно часа два. И причём в этой кабинке всё время петь. Вы можете представить, да, какое оглушение получает голова. Ну так и у нас. И мы вот два часа, причём не только, ну это же сколько человек, это 60 человек, хор стоит на сцене, солисты, вот, и все вот в этих пластмассовых визорах. Ну, не лучше ощущение, потому что я помню, что мы ещё специально вырезали краюшки этих пластмассовых визоров, чтобы хотя бы слышать. Потому что нам надо было слышать оркестр, нам надо было слышать монитор режиссёра. Я прихожу на репетицию, я такой думаю, а что за большой монитор в центре зала стоит? Большая плазма, это там 50 дюймов. И вдруг появляется этот скайп, большой звонок, воля, теперь мы работаем так. Да, слушайте, это, конечно, испытание. Тем не менее, спектакль получился, да? Спектакль получился. Спектакль по той критике, которая мне известна, очень-очень-очень понравился. И люди в восторге были. Как от подготовки певцов, так от всего, что было сделано, всей проделанной работе. Это очень важно. Там ещё и сюжет такой, который, в принципе, актуален, да? Сюжет политический. Борьба за власть. Да, борьба в рот. И он основан, в принципе, на реальных событиях. Ничего не меняется. Нет, ничего не меняется, да, всё верно. Да, это, да, ну, я действительно рад, что мы, наконец-таки, этот спектакль, так сказать, вы выносили, поставили. Вот, что все певцы довольны, наше начальство очень довольны, оркестр доволен, все довольны. Очень хочется увидеть. Вот у нас уже, кстати, мы к перерыву подошли, половина программы. Ой, как быстро. Да, очень быстро. Я просто хочу сейчас успеть озвучить цифры по прошлой неделе. На прошлой неделе мы вместе с вами, дорогие радиослушатели, помогали четырехлетней Эмилии из Кековой, которой нужна была помощь в лечении редкого, очень редкого генетического заболевания. И, знаете, нужно было собрать 3700 евро на год занятий специальных, которые помогают этой девочке. Родители обратились за помощью. И вот, знаете, пришла буквально сегодня такая весть, была собрана полностью сумма, но плюс еще 3000 добавились. Вот кто-то, какой-то волшебный человек прислал еще свое какое-то пожертвование. И всего для Эмилии собрано 7400 евро. Было сделано 889 звонков на сумму 1110 евро. Вот эти маленькие звоночки собираются в тысячи. Спасибо всем огромное. Пусть девочка растет здоровая и счастливая, и веселая. И спасибо от ее родителей, от мамы, низкий поклон. Наш телефон 9300-6384. Евро 42 цента за звоночек. Работает всю неделю до следующего вторника. На этот раз для Клары Забалуевой и Золойной, чтобы оплатить ей портативный кислородный аппарат, чтобы человек просто мог дышать, выходить на улицу с этим маленьким аппаратом и передвигаться. Через несколько минут мы продолжим. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Михаил Чульпаев, солист натвейской оперы, лирический тенор, очень харизматичный человек с очень ярким, удивительным голосом, я бы сказала. И меня поразило в объявлении о его концертах, о романсе, где-то вы пели в прошлом году, и в объявлении в этом самом рекламном было написано «Это будет музыка, обжигающая душу». Вот так, да, да, это дорогого стоят такие слова. А сейчас у нас есть ещё также повод, информационный повод, о котором мы поговорим. Михаил с коллегами работает сейчас, репетирует новую постановку совершенно. Это «Золушка». Да, всё верно. Вот мы хотим про «Золушку». Кстати, какая у вас любимая сказка была в детстве? Была такая? Наверное. Мальчики говорят, нет, мы сказки не любим. Нет, ну почему? В этом нет ничего такого. Все сказки любят. Даже взрослые люди очень любят сказки, в них верят. Это правильно. «Маленький принц». Маленький принц. Почему-то вот это первое в голову пришло. Ну это достойная, сказка очень достойная. Я не знаю, что здесь можно с точки зрения сразу психологически копнуть и найти. Ну как? Ну, наверное, да. Ответственность, дружба, верность. Конечно, любовь. Ну «Золушка» тоже про маленького принца. А «Золушка» – потрясающая сказка. Потрясающая сказка. Это то, что вот эта опера. Расскажите. Ну вы, конечно, умудрились перенести сказку в Нью-Йорк в совершенно другие годы. На Бродвей. На Бродвей, да. Расскажите, что это будет. Очень интересно просто. Это будет очень… Я не хочу, как говорится, в этом американизированном языком спойлерить. Да, да, да. Вот. Но это будет очень-очень яркий спектакль. Очень яркий. Он передаст вот эту эссенцию вот именно вот этого бродвейского, вот этого нью-йоркского шарма. Вот этой уличности, вот этих сырых улиц, вот этих больших заголовков, которые сверкают. Эти перья на танцарщицах. Художник. Вылетел из головы. Художник, художник. Ну мы посмотрим. Я его вижу прям перед собой в маске. Мы просто отработали тогда все в масках. Это французская команда из Канады. Очень профессиональная. Дусет. Если я не ошибаюсь, Франсуа Дусет его зовут. Это французская команда, суперпрофессиональная. Это режиссер, который очень-очень большой акцент выставлял на детали. Потому что в «Золушке» много очень есть речитативов. А речитативы – это как диалог перед, скажем, каким-то ари, пением. И часто речитативы передают вот это настроение еще в музыкальном сопровождении. И для него было очень важно это, чтобы речитативы были настолько натуральные, чтобы это не было просто как речитация, что мы вот, мы поем. Нет, мы находимся, так сказать, в реальном действии. И мы настолько натуральны, насколько мы можем быть. То есть, что мы не идем по нотам, мы, так сказать, эта музыка должна литься естественно. Вот. И акцент к деталям был просто максимально выставлен. Наши репетиции начинались с того, что мы садились, мы открывали наши клавиры. Клавир – это большая книжка нотная, называется клавир. Вот. Мы брали карандашики, и час уходил на то, что он сначала каждому рассказывал, где кто стоит, где куда кто идет. У него все было зафиксировано. У него был клавир намного толще нашего, и в нем было просто все вот, все написано. Подготовка была максимальная. Я, если честно, первый раз такое видел. Я работал с разными режиссерами, потому что я в этом искусстве уже лет 8, и много режиссеров увидел. Но никогда такого, такой степени подготовки я не видел. Поэтому внимание к деталям максимальное. И я считаю, что это очень яркий спектакль. – 31 октября премьера, это Рассини, Золушка, и, дорогие радиослушатели, перед вами, кто нас на видео смотрит, перед вами принц Ромира, между прочим. Это первый ваш принц? Или уже были принцы? – Наверное, да. – Ну, такой вот солидный такой, солидная такая роль, да? – Солидный принц, да, это первый. Для меня этот, конечно, репертуар немножко… Не могу сказать, что это не совсем мой репертуар, потому что я уже, я больше, так сказать, уже лирический центральный тенор. То есть я пою и Верди Травиаду, и Симон Баконегра. – И Ленского. – И Ленского, вот. А Рассини, конечно, требует немножко, скажем, возможно, другого голоса, другой лёгкости, но, в принципе, всё зависит от трактовки. То есть принц может быть и таким. – И вы вместе с нашей любимой Юлией Васильевой там, да? – О, да, да, да. – Это стоит посмотреть. – Юлия Васильева, Лаура Грецкая, Калвис Калнынч. У нас будут ещё два приглашённых гостя, которые… Будет приглашённая Золушка, приглашённый ещё бас-баритон. Вот, поэтому у нас как раз завтра начинаются сценические репетиции, вот, потому что через две недели… – Да, уже премьера. – Я надеюсь, что мы выйдем на сцену. – Вот мы все надеемся, что всё будет хорошо, и будем за вас там в кулаки держать. И хорошей премьеры вам желаем. – Спасибо большое. – 31 октября, напоминаю, Золушка в нашей опере. И Михаил Чульпаев, наш гость, там вот будет блистать. – Принц. – Да, я, знаете, не могу не спросить. У нас не так много времени сегодня, но всё равно это очень интересный момент, и, наверное, не все радиослушатели про это слышали. Ваше появление на сцену, то есть я вот прочитала, мне это очень удивило, что вы не просто поёте, но вы артист, вы ещё играете очень. И плюс занимались акробатикой, танцами, и каким-то образом это на сцене воплотили. Вот эта знаменитая история, как вы первый раз вышли на сцену в 13-м году в роли Труфальдина в опере «Любовь к трем апельсинам» Прокофьевской. – Да, всё верно. – И сделали там сальто. – Да. – Вот расскажите, как это петь, делать сальто и одновременно петь? – Ну, предыстория всего того, что это уже, наверное, лет 8-9 назад, да, что я буду очень открытым, что, конечно, 9 лет назад мои вокальные данные были, скажем, они отличались от тех вокальных данных, которые я обладаю сейчас. Вот. Конечно, голос был, и, наверное, и талант можно было разглядеть в том человеке, кем я был тогда. Но я был очень атлетически слажен. То есть я до этого занимался танцами, акробатикой. – Ну, это здорово. – Я был очень подвижный. – Это здорово. – И тогда была ещё академия при Латвийской концернной опере молодых певцов, которые также тогда первый раз, так сказать, её пытался поднимать Андрей Жагарс. И мне тогда удостоилась честь принять участие в галоконцерте этой академии, в которой принимали участие также наши певцы, как Динара Рудана, Юлия Васильевна, Анастасия Лебедянцева. Вот. Все очень известные, прекрасные личности и певцы. Вот. И тогда у меня был только один шанс. Я сказал себе, а почему мне не сделать что-то крэйзи? Ну, если я могу. Мне в душе было такое ощущение, что я просто, ну, я сделаю то, что я умею. – Естественно. – Естественно. И у меня была простенькая ария Орликина, которая идёт полторы минуты. Я думал, ну, что я могу сделать за эти полторы минуты? Ну, как мне? Ну, потому что будет смотреть всё начальство, полный зал. Причём это первый раз в жизни, когда я буду выходить на сцену с оркестром. Я, в принципе, вот, ну, и зала никогда такого не видел, большого, наполненного. И для меня, конечно, это был очень волнительный момент. Мне тогда было 20, 23 года. И то ли, так сказать, Божья рука меня повела за собой, то ли вот сама судьба. Я просто решил, хорошо, я спою, как я спою, но я сделаю там пять колёс, похожу на руках и перед последней нотой я сделаю сальто. Для меня это было естественно. Но тогда я не знал, что в опере такого не делают. Ну, теперь делают. То есть для меня, мне, когда я, у меня был такой шоковый момент, когда я сделаю сальто, я встаю на ноги, зал взрывается аплодисментами, и я в ушах слышу только свист, то есть я не понимаю, что происходит. То есть, ну, я слышу, что вот идёт вот этот вот шквал звука. И для меня было совершенно дико и непонятно, а почему такое удивление? То есть, неужели это нонсенс? И мне говорят, что, ну, ты понимаешь, что в опере люди так практически не делают. То есть, ну, потому что я уже потом понял, что, конечно, у нас есть диафрагма, у нас мышцы, они должны быть максимально расслаблены, потому что звук красивый льётся тогда, когда ментальность человека расслаблена, так его и физическое тело расслаблено. Тогда идёт вот этот баланс, инь-янь вот этого всего. Тогда мне это было непонятно. И после этого ко мне подошли Артурс Маскас тогда, Андрей Жагарс, они сказали, у нас есть идея, ты подходишь под персонажа, который мы хотим поставить в оперу. Мне дали ноты, мне не пообещали эту роль, мне ничего не сказали. И я выучил эту роль, и через неделю, ну, то есть, я выучил эту роль, и уже через неделю после того, как я выучил эту роль, я подписал свой первый, так сказать, контракт. То есть, судьба есть? Я верю в это, да, судьба абсолютно есть. Кто-то ведёт, да? Да, 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 главное не противиться, потому что много очень испытаний на этой дороге, много камней и спотыканий, но это всё уроки. В моей жизни так точно. Я буду откровенен, потому что я и терял голос, и восстанавливал, и переживал разные события в своей жизни, но всё это было уроком для того, чтобы идти дальше, чтобы что-то не делать, скажем. Вообще, наше оперное искусство, то, что мы делаем, это работа над собой. Это, так сказать, дрессировка личных качеств, дрессировка над привычками, над самообладанием. И это непросто, но оно того стоит. Вот вы важную вещь сейчас сказали, и, наверное, не только в оперном искусстве, а вообще, вот даже вот если взять наших героев, у нас иногда такие бывают сюжеты в «Зелёной лампе», что можно написать сценарий для какого-нибудь там, не знаю, для какой-нибудь постановки абсолютно, что люди делают невероятные вещи, им говорят, всё, ничего не будет, а они идут и делают. И что нужно, что должно быть человеку, чтобы себя преодолеть? Вера. Вера. Ну, понимаете, я не могу говорить за каждым. Ну вот вы про себя. Но я говорю про себя. Вера. Меня это спасало, мне это помогало. В моём случае это вера в Бога. И это, я считаю, что в моём случае это меня, я не считаю, я знаю, что в моём случае это меня и ведёт, и проверяет, и делает лучше. Вот спасибо за эти слова. Очень большое вам спасибо. Я напоминаю, что наш телефон 9-300-6384. Всю неделю будет работать для Клары Забалуевой, молодой женщины из Олойны, которая одна растит 10-летнего сына, и ей нужен вот просто очень срочный аппарат, дыхательный аппарат кислородный, портативный, с которым она может выходить на улицу. У неё серьёзное заболевание лёгких. В 2009 году констатировано несколько операций уже было, и в принципе ей нужна пересадка лёгких, которую в Латвии не делают, а делают в Эстонии. И вот тоже это, наверное, какой-то следующий этап. Но вот в данный момент она просто из дома выходить не может, потому что её аппарат, который она купила, собрав там какие-то там свои денежки, и с помощью тоже близких, он большой, он похож на чемодан, он очень тяжёлый, она просто к нему привязана буквально. То есть человеку нужно дать возможность дышать. И мы с вами можем это сделать. И в принципе, если вы позвоните по телефону 9-300-6384, вот вы забудьте про этот звоночек, а он полетит на помощь Кларе Забалуевой. Спасибо вам всем за каждый звонок. У нас Михаил Чульпаев сегодня с нами, он магистр, то есть у него все там есть дипломы, он магистр. Не просто принц, но ещё и магистр музыкальных наук, как правильно сказать. Ну вот, и тем не менее, я не могу не раскрыть вот этот маленький секрет, что где-то в юности, в ранее, он вообще думал, что станет рок-музыкантом и занимался рок-музыкой. Правда это? Да, всё верно. У меня такая история, что… Вы неожиданные очень такие вот поступки делаете? Я очень люблю рок-музыку. Ну, я люблю музыку вообще в целом, но… Хорошие люди любят рок-музыку. Рок-музыка началась с того, что я себя помню в шестилетнем возрасте перед телевизором, держа в руке метлу и просто подражая всё то, что происходит на телевизоре. Вот, и меня это… Меня рок-музыка вызывала очень большой всплеск эмоций внутри. Это было сравнимо как с вулканом, который поднимался, это было вдохновение. Здорово. Он вдохновлял, он заставлял как-то вот так вот лететь, парить. И меня это в очень раннем возрасте… Конечно, я маму сразу уговорил меня купить гитару, я всегда хотел играть на гитаре. Ну, у вас и сейчас есть гитара, да? У меня сейчас есть уже… У меня уже три гитары. Судя по ролику, который опера замечательный сделала, такой пандемийный ролик, чем занимаются наши артисты? У меня уже три гитары. Бас-гитара, электрогитара, акустическая гитара. Я очень люблю эти инструменты. Они здорово помогают отвлечься иногда от оперной музыки, от вокала, от театральных подмостков. Это очень важно. Для меня это как медитация. Я люблю писать музыку. Я пишу музыку. У меня есть там, где я живу, у меня маленькая студия, которую я очень люблю, которую я оборудовал. А вот этот проект ваш «Король Горд»? «Король Горд», да. Что это такое в двух словах? «Король Горд» – это вот и есть мой маленький, так сказать, проект на стороне, который вообще не относится к опере. Это моя вторая сторона, моя давно забытая сторона вот именно вот этой рок-музыки. То есть это мои мысли обо всём, это мои личные сочинения, мои переживания. Просто я понял, что мне очень не хватало вот этой развязности. Потому что опера – это всегда коробочка. Мы всегда находимся, так сказать, в каких-то рамках. И мне очень не хватало для себя создать свои личные рамки, не рамки, так сказать, своё личное пространство, в котором я, так сказать, мог бы прокричать то, что я бы хотел бы. И мне это просто очень доставляло, доставляет удовольствие, мне доставляет удовольствие сводить музыкальную музыку, записывать песни. А ещё больше мне нравится, когда это даже кто-то слушает, тогда я вообще получаю карьф от этого. А где можно послушать? Это моя музыка находится на всех платформах стриминговых. Apple Music, Spotify, меня можно найти на SoundCloud. Просто напишите «Король Горд» и вы найдёте. Название очень такое, за ним ничего не... Двойное. Оно двойное, да. Это как хотите, так понимаете. Либо это «Король, который Горд», либо «Король, которого просто зовут по имени Горд». То есть не просто магистр и принц, но ещё и король. Мы сейчас вам всяких титулов напридумываем, напридумываем. У нас очень мало осталось времени. Хочется о многом спросить. Я просто хочу напомнить радиослушателям, что «Травиата» с Михаилом Чульпаевым будет 11, 14, 19 ноября в опере. Это очень знаковый спектакль, это очень знаковая роль. Знаковая роль с прекрасными коллегами, потому что Виолетту Валерии будет петь Юля Васильева, Жоржа Жермона будет петь Ринальд Скандалинцев. Мы все втроём дебютировали. Аня Юля уже, возможно, пела, но мы все втроём исполнили эту оперу год назад, как раз перед самым центром, открывая сезон. И это удивительные коллеги, с ними приятно работать, это праздник всегда с ними находиться на сцене. Талантливые люди. А ещё очень знаковая роль – это Ленский. Прошлый год у нас был юбилейный, год Чайковского, и Ленский – такая красивая партия, и говорят, что вообще идеальный Ленский. Я не слышала, правда, но очень верю в это. Скажите, а какие у вас с Чайковским отношения вообще? Очень тёплые, очень тёплые. Особенно после того, когда мне Лепайский концертный зал предложил сделать соло-концерт «Янтарь», мне предложил сделать сольный концерт «Романцев». И мы тогда с ближайшим пианистом Мартиншем Зилберцем мы решили собрать очень крупную программу из русских романцев, но сделать такой экскурс из традиционных русских романцев до модерновых русских романцев. Да, то есть от очень такого, скажем, ретро до прогрессив, так сказать. И тогда мы очень много исполняли романцев Чайковского и много других композиторов. А любимый романс у вас есть? Любимый романс «Весенние воды». «Весенние воды». Он меня просто... Он, кстати, есть на Ютубе. Да, он... Это... Ну, это фейерверк. Там ты поёшь, и ты за душой не успеваешь угнаться. Серьёзно. Это кайф. Это как... Ну, я не знаю, это как гомеопатия для души, для голоса. Ну, это... Ну, я прям чувствую, что это просто... Ну, когда ты поёшь, когда всё получается, ты просто... Ты вокруг себя делаешь вот это пространство, оно всё взрывается от этого кайфа. Это круто. Знаете, какая радость и удовольствие с вами разговаривать. Взаимно мне тоже. И, к сожалению, грустно то, что подошла программа к концу. Вот буквально осталось там две минуты, и мы можем только пожелать нам в следующей встрече и побольше ещё поговорить на всякие разные темы, потому что здесь можно... Необъятна, да, тема, о чём говорить. Сейчас я хочу эту последнюю минутку заключительную просто отдать вам, чтобы вы сказали нашим радиослушателям что-то очень главное, очень важное. Дорогие... Вот прям так, Экспромтом. Дорогие радиослушатели. Да, ещё раз я очень быстро хочу сказать спасибо за то, что вы меня пригласили, спасибо за то, что вы делаете, за блестящую миссию, которую вы делаете. Не мы, не мы, это наши люди. Ваши люди, спасибо вам, дорогие радиослушатели, что вы слушаете, что вы поддерживаете людей, что вы оказываете помощь. Давайте, давайте помогать людям, давайте, давайте любить, давайте больше, больше любить и давайте не будем, давайте не будем равнодушными. Мне кажется, что вот именно вот, вот эта ситуация, которую наш мир вот это объял, она и доказала, что нам надо просто друг друга больше любить. Замечательные слова. Спасибо Михаилу Чульпаеву за участие в программе, такой интересный разговор, жалко, что так быстро всё это промелькнуло. И вот с вами буквально, вот как вы говорите на сцене, там фейерверки, с вами тоже такие вот искры, искры летали. Круто. Энергии очень много. Спасибо вам, спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Напоминаю, телефон 930-63-84, евро 42 цента за звоночек, помощь молодой женщине, Кларе из Олойне. И всего вам хорошего. До встречи через неделю. На одной волне с городом. Радио Болтком.